так и так здравствуйте дорогие друзья сегодня мы тестируем а8 1 8 я протестировал года два назад это было с 8 вообще любовь к 8 у меня пришла после фильма ронин если помните да такой фильм там где на этом автомобиле всех догоняли потом вышел перевозчик фильм да там где всех догоняли на этом автомобиле и в общем что-то вот какие-то ассоциации у меня может быть из-за фильмов из-за чего-то но вот как тот этот автомобиль у меня всегда ассоциируется замечательным экшеном вот такой же экшен какой этих велосипедистов вот но сегодня у нас на тесте абсолютно новое абсолютно новая аудио 8 с каким-то там минимальным пробегом я на сегодня сна в нашем распоряжении и в общем сегодня все будет серьезно я же пиджака делал и в общем наверное надо начинать здравствуйте дорогие друзья и сегодня у нас на тест-драйве ауди а8 знаете вот когда начинаешь тестировать такие серьезные автомобили как-то хочется официально говорить да то есть что-то такое вот не запутаться в цифрах да вот мне это всегда вот эта тема как-то напрягает поэтому я сегодня буду своем обычном стиле говорить как обычно и так начнем с цены если у вас есть 5 миллионов вы уже можете купить этот автомобиль уже да по которой легко накопили за 5 миллионов вы получите короткую версию это у нас будет дизель 3 литра tdi то есть сам распространенный ваговский мотор он и на porsche на cayenne на панамерах стоит он же используется на туарегах на ауди то есть такая концепция распространенная это будет короткая версия наш автомобиль ланговый 3 литра tfsi компрессорный мотор но об этом чуть позже стоит пять с половиной миллионов я специально открыл каталог запасных частей посмотрел по каталогу стоимость передних двух фар вот передние две фары здесь стоит как приора в максималке на роботе шестнадцатого года то что за эти деньги вам даже шестнадцатого года приору привезут в общем автомобиль очень дорогой если мы посмотрим внешне на автомобиль да то у меня нет нет некий был какой-то диссонанс я понял что здесь дизайн этого автомобиля это победа на прохлад пространством во первых это флагманский седан audi во вторых автомобиль действительно большой это самый большой седан из всей немецкой тройки то есть этот автомобиль шире и длиннее чем семерка бмв чем с класс то есть и я говорю о ланговых версиях дизайнерам удалось вот эти огромные размеры как-то вот даже вот в этом автомобиле сделать их достаточно изящными потому что автомобиль внешне не напоминает какой-то огромный тяжеловесный лимузин хочу обратить внимание что наш автомобиль именно в последнем рестайлинге то есть у нас изменен немножечко капот немножечко фары в общем и он даже вот кстати цвет очень согласитесь подходит очень смотрится так гармонично и солидно мне кажется задача вот этого автомобиля когда мы говорим о флагманском седали все-таки автомобиль серьезный нет не не для того чтобы произойти какой-то вау эффекты да все-таки выглядеть достойно и солидно да и вот сейчас насчет дизайна я вот хотел бы немножечко поподробнее рассказать потому что вот знаете когда вот хорошо сшитый костюм на заказ даже если мы одеваем какого-то крупного борца не видно что он огромный какой-то да то есть он всегда в стильной там у всегда будет талия у него всегда будут плечи это всегда как бы смотрится достаточно то есть в любой компании он не бросается в глаза вот если мы посмотрим на этот автомобиль обратите внимание здесь есть дизайнерские вещи которые помогают скрыть огромные размеры этого автомобиля давайте поближе их посмотрим здесь широкий капот они подчеркнули несколько граней и немножечко его приподняли здесь кстати отличие от рестайла здесь есть вот эти ребра они как бы ширину немножечко сглаживает морду вот с этой стороны они немножечко заузили хром полоски идут и сверху и снизу тоже там есть небольшое отличие и опять же новые фары тоже как-то у нас работают на всю ширину то есть автомобиль не выглядит громоздким и широким опять же повторюсь это же самый широкий автомобиль в своем классе сбоку уже в принципе вот уже если посмотреть вот сбоку уже видно что он достаточно длинный но и даже не сказать что это ланговая версия обычно посмотрите какое расстояние от переднего от заднего колеса база достаточно огромная то есть он не выглядит удлиненным как какой-то лимузина он выглядит пропорциональным потому что свеса спереди и сзади они минимальные вот я действительно был удивлен когда посмотрел размеры этого автомобиля и он реально не кажется таким огромным ну задница без комментариев здесь абсолютно все понятно фары немножечко они сузили и расширили то есть они вывели его на крышку багажника вы кстати вот эти новые поворотники давайте сейчас включу очень интересное решение вот и опять же везде хром так скажем они горизонтальными линиями они вот эту вот задницу достаточно обширную и массивную они как-то делают ее более визуально как бы поприличнее сказать но она не так сильно бросается в глаза короче вот везде естественно у нас установлены доводчики дверей то есть дверьми мы хлопать никогда не будем как бы мы не закрывали сама она дотягивает до себя двери поэтому что мне нравится в дизайне этого автомобиля автомобиль не кричит что он огромный он дорогой да то есть он смотрится очень под жарой по спортивному да несмотря на его огромные размеры то есть здесь не видно огромные махины которые там вызывают трепет на дороге просто вот задняя крышка багажника и и не сделали обычный то есть могли бы просто горизонтальную на шлепку огромную сделать здесь дополнительная грань идет и и и если посмотреть внимательно то она начинается задней стойки и переходит на капот то есть и опять же размеры как-то немножечко она сужает визуально но основная тема до багажник вот здесь он подчеркнул дизайнерский автомобиль сделан на мой взгляд вообще на пять с плюсом так дальше значит по технике несмотря на то что автомобиль является самым большим в классе в реальности он по моему один из самых легких я вот к сожалению не посмотрел точно но по моему он легче чем эска и чем бомб в схожих комплектациях давайте вкратце расскажу про железо значит ну здесь нет ничего такого интересного чтобы я сказал о боже мой какой мотор здесь у нас здесь у нас стоит хорошо всем известный 3 литра тфс ай то есть чуть поближе может быть вот у нас здесь очевидно видно компрессор мотор очень известный и он устанавливается на многие audi то есть он идет на из 4 он идет на 6 на 7 достаточно распространенный мотор его основная особенность то что он легко поддается тюнингу то есть на сток железе здесь мощность около трехсот пяти лошадей вашесть там 333 в с 4 333 там по моему в общем распространенный мотор на сток железе он действительно держит огромную мощность то есть там стейч один замена шкифа и у вас 400 плюс и машина просто пуляет но я думаю здесь задача этого двигателя все таки сделать езду более плавным плавной и с хорошим таким ускорением причем на низах это не турбо здесь стоит компрессор отлично видно шкив и наша шестерка ускоряет автомобиль за пять с половиной пять и девять секунд пять и девять секунд вот в паре с этим мотором у нас работает восьмиступенчатый авто автомат zf тоже достаточно известная компания по производству автоматов ну прозвать можно долго говорить кому они ставят автоматы каким брендом но если посмотреть мне кажется очень распространенная компания передняя подвеска на поперечных рычагах сзади многорычажка естественно в основе у нас пневмобаллоны которые в купе с удлиненной колесной базой должны сделать нашу езду очень комфортный и плавный вот то есть там у нас не будет мне кажется какого-то острова рля но это мы проверим вот давайте все поставим на место и закроем капот огромный капот кстати хоть есть у нас комплектация с 8 так называемая там за 7 с уже миллионов переваривать цена и она там до сотни меньше пяти секунд ей там у нас своеобразная восьмерка битурбовая так ну что давайте теперь посмотрим салон самое интересное сажусь и заднее сидение как-то плавно сзади так нас обнимает возвращаясь к настройкам которые были уже заранее запрограммированы вот вы знаете садясь в этот автомобиль во первых ты действительно сейчас чувствуешь размеры автомобиля потому что очень широко очень широко и до заднего дивана вот не дотянуться я вот не могу дотянуться до этой стойки это действительно показатель и по крайней мере для меня ширины автомобиля у меня у другого одноклассника в одиннадцатом классе он раньше получил права и ему отец иногда давал ауди 80 универсал б4 а это был дизель на механике в общем и для меня тогда уже сформировалась понятие что такое иномарка до этого я ездил только на жигулях и вот когда мы там на переменах садились в эту машину там съездить до магазина еще что-то я понимал что в отличие от русских автомобилей вот когда ты садишься в иномарку есть какое-то ощущение замкнутого пространства и плотно подогнанных материалов вот в этом автомобиле вот я сейчас а может быть ностальгия я вспомнил абсолютно такие же ощущения конечно здесь эта машина стоит в разы дороже но может быть какие-то фирменные вещи которые вот взгляду незаметно на не как-то бросаются глаза может быть вот этот вот полукруг вот который вот а дверь переходит в переднюю панель если вы вспомните салон сминисятки они здесь также как-то присутствует какая-то может фирменная черта и самое интересное что обратите внимание на цвет комплектации то есть там можно заказать несколько цветов что здесь идеально все подогнано вот я не знаю вот просто мы убираем экран у нас здесь дерево хром и естественно все в цвет сидений то есть даже вот это вот хромированная полоска даже когда экран убран сочетается вот с этой вот надписью квадро то есть здесь все вот продумано до мелочей именно с дизайнерской точки зрения говорить о том что как-то все какие-то тут косяки на кнопках что-то там трещит то этого быть не должно в автомобиле за такие деньги но действительно вот мел к мелочам даже садись садишься в ту же самую там по намеру и у тебя есть какая-то здесь россыпь кнопок здесь что мы там и так вроде смотрится и вот так смотрится даже вот здесь очевидно что дерево настоящее вот это прям настоящая вот эта досечка здесь есть швы дерево подчеркивает текстуру в общем я думаю что это самый лучший салон в котором я когда-либо сидел я естественно не сидел еще в эске в 222 но этот салон производит у меня огромное впечатление это полированный алюминий сиденья то есть все естественно вот так вот все легко нажимается подлокотники у нас везде строчка белая алькантара светлая на ощупь она просто шикарно но я бы заказал алькантару вот в цвет вот этой вот кожи как здесь смотрелось бы намного круче мне кажется так но это все понятно бардачок так давайте откроем экран посмотрим что у нас здесь есть по сиденью естественно есть огромное количество настроек полная перфорация лишняя какой-то на мысли мы посмотрим даже на сиденье то есть зайдем в меню настроек здесь у нас есть регулятор спинки вот и вот обратите внимание мы удлиняем спинку нет какого-то такого валика который видно что он ходит а здесь она как-то увеличивается уменьшается то есть тоже какая-то такая дизайнерская фишка как будто она надувается мы можем сидеть здесь час и под себя настраивать сиденье и в общем когда-то настроил у тебя все равно сложится ощущение что есть такой же парень такой же а8 который чуть-чуть получше под себя подогнал сиденье у себя всегда такой просто настроек куча ты даже не знаешь уже что тебе хочется как хочется естественно у нас есть также массаж вот я вам показываю пульсация отдельно поясница отдельно плечи я не знаю тут будет видно или нет валики будут заметно что ходят в общем сиденье здесь шикарные так давайте теперь поближе посмотрим что у нас здесь есть интересного заводим автомобиль тишина привода где-то работает там телефон пусть весь мир подождет в общем такой звук забористый в отсечку упирается естественно в отсечку упирается только на нейтралке и и так во первых у нас здесь не вам подвеска мы можем поднять автомобиль потом также его занизить несколько режимов езды комфорт и фишинси и динамик индивидуал то есть индивидуал можете сами задать настройки именно работе коробки педали газа может быть работы пневмосистемы в общем-то лучше мне кажется ездить в авто по карсистемам мы можем посмотреть настройки автомобиля здесь регулировка сидений то есть мы можем отдельных регулировать наружное освещение контурное освещение то есть мы можем изменять яркость то есть той же самой подсветки вот здесь вот вот она здесь идет по контуру вот так же можем отдельно регулировать освещаемость салона то есть больше света кинуть в ноги или наоборот наверх есть несколько цветов то есть у нас либо слоновая кость полярный рубин полярный то есть я тут еще так центральный замок но все в принципе понятно помощь водителю это у нас сигнал превышения скорости чтобы например не не задумались и не превысили скорость по парковке машина сама у нас значит может парковаться контроль мертвых зон а потом у нас контроля разделительные полосы то есть машина у нас сама видит полосы и подруливают если вдруг например на круиз контроля уснули то она не даст вам выйти за пределы полосы так сенсор дождя понятно кондиционер работа кондиционера тут наверно тоже без вариантов сервис и контроль здесь датчики к давления в шинах уровень масла и в общем все необходимое чтобы следить за состоянием автомобиля очень удобная система ммай моментально я привык так руководство по эксплуатации что написано читать не будем все нам понятно дальше есть также у нас ручное управление климатом опять же избежали огромной насыпи кнопок как в том же самом каене или в панамере вот климат 2 у нас четыре зоны то есть спереди и сзади в принципе вентиляция сидений понятно но обязан здесь быть подогрев тоже так в общем то все центральную приборную панель у нас моментальный расход топлива то есть не моментально средний вот пока на 12 литров ест время в пути то есть пробег за сегодня средняя скорость расход время движения то есть здесь мы можем смотреть и регулировать и в общем если подводить итоги по салону для водителей куча настроек надо сидеть не знаю может быть час два чтобы для себя подогнать вот автомобиль как тебе нравится то есть как ты сидишь какая должна быть подсветка на что он должен реагировать на что он должен не реагировать там датчики парковки здесь у нас также есть вот система туда убирать поднимать шторки отключать систему стабилизации интересно здесь лаунч на не можно давнуть если у вас попробовать а да можно легко поедет даже этот огромный седан может шлепнуть с лаунча тогда наверно 5.5 он точно поедет так значит дальше джойстик напоминает мне с рт8 там такой же по конфигурации в общем идеальные материалы здесь запах как в дорогом кожаном магазине кожаная одежда и вот тоже даже какой-то оттенок дерева в запахе есть в общем подогнано все очень со вкусом но давайте не забывать что автомобиль стоит 5 миллионов рублей пять с половиной это деньги не маленькие вам скажу так давайте сядем назад и так садимся на заднее сидение здесь конечно же места много естественно а 8 long еще бы тут места для задних пассажиров не было у нас есть дополнительная шторка здесь тоже есть то есть мы ее тоже можем регулировать все те же самые удобства что и для водителя только мы уже можем здесь расслабиться мы можем отрегулировать сидение то как там нужно то есть немножечко может быть вот видите да идет сесть вот так климат-контроль раздельный 27 это слишком много телевизоры мы можем как бы поймать любой канал из на штатную антенну звук у нас будет через наушники нам доступна абсолютно те же самые функции что и водителю медиа навигация посмотреть где мы едем дополнительная информация то есть и эти экраны больше чем передние только единственное у нас здесь нет доступа к информации по автомобилю как это сделано у переднего у водителя мне кажется здесь даже очень комфортно я буду чувствовать себя на заднем сиденье вентиляция подогрев массаж также у нас доступен что в принципе очень вот у нас тут о все ох нормально вот так сидеть и сидеть ехать и ехать куда-нибудь шикарно только на чуть-чуть вот до поясница пошла вот на таком автомобиле мне кажется даже на заднем сиденье можно ехать хоть куда спокойно уснуть естественно мы можем убрать этот подлокотник то есть случае чего если надо сесть втроем или прилечь например то есть все будет у нас по высшему разряду вообще если посмотреть внимательно присмотреться то здесь боковушки сидений вот боковушки сидений сделаны из специальной алькантары в цвет чтобы они то есть чтобы не было шершания кожи ну когда мы например что-то тут ну двигаемся вперед назад либо складываем подлокотник вот настолько продумано что здесь алькантара и она не шумит когда мы двигаемся в автомобиле в общем здесь таких мелочей очень много вот например коврики да обычные коврики даже вот тыловая часть этих ковриков сделана из специально мягкого материала чтобы они не скользили по нашему ковру который у нас в цвет значит салона то есть даже мелочь все-таки да какие-то вот там небольшие затраты а в общем помогает сформировать именно правильную концепцию вот мнение об автомобиле правильное что действительно по-немецки все здесь продумано пепельница что сказать чтобы я так жил здесь говорит как говорится у нас подсветка но ее лучше будет видно я думаю что в темноте но я бы с удовольствием ездил на этом автомобиле ну когда мне там исполнится может быть 50 на каждый день даже бы и не за руль не садился спокойненько комфортненько никто тебя не видит пусть видит водителя все хорошо здесь обратите внимание места для голов чтобы мы не упирались чтобы никто не упирался в общем расцветка салона мне очень нравится дисс на я бы вот вот такой же цвет алькантар сделал бы еще и потолок а так все просто замечательно подстаканники что-то этот провод закусил так ну что давайте может начнем наш тест именно заднего сидения подстаканник так поехал поехал шторка как здесь так уютно хочется расслабиться но первое ощущение даже непонятно что автомобиль мы едем как будто стоим на месте так все тихо полумрак так в общем сейчас включили подсветку мне не знаю на камере будет видно или нет но ощущение такого комфорта укорит свет я не часто кстати это вам первый тест-драйв на заднего сидения хочется уснуть сзади сейчас массаж замечательно в аэропорт куда-нибудь или в офис или очень очень спокойно зайти прям ехать можно ехать какие-то там вот я как-то знаете вот не знаю может быть я еще слишком молод для заднего сидения здесь очень круто но это мысли в голову лезут спокойные какие-то я не знаю как назвать расслабляющие хочется спать ну вот согласитесь вот даже вот согласитесь даже непонятно что мы понятно что машина покачивается пушь дорога не двигаться ничего хотя даже люк полностью открыт тишина нереально сейчас попробуем выехать на трассу вот посмотреть там будет ли здесь также тихо сижу дальше пристегнулся бы водитель так газпром звонит из газпрома звонили да то есть я сказал что пока освещение откладываю и улечу часа на два на мальдиву и потом прилечу так ну что я могу сказать у меня друг просто не понял какой газпром что такое что случилось итак спили меня столку в общем здесь хочется расслабляться спокойно спокойно очень спокойно и очень тихо и мне кажется это сегодня будут самые главные слова во время этого тест драйва потому что сзади сидеть ну можно спать ну реально то есть вот шторка у нас естественно регулируется а это твоя регулировка можно посмотреть что у нас за окном ну ничего интересного и вот и сносит тишина полная я так долго не смогу ехать ну то есть мне надо что-то делать там что-то ну не знаю ехать ускоряться может быть у меня возраст не тот вообще мне кажется на заднем сидении уже нужно вот в таком почтенном возрасте едеть спокойно уже устал от руля от пробок от парковки ты едешь водитель сам тебя высаживает паркуется приезжает мне кажется так намного удобнее нет хлопот лишних но все таки я же все попробую сесть за руль итак ну что D режим обычный так давайте занизим нашим как видно расход у автомобиля 13,7 литра здесь у вас отлично кстати видна панель целиком вы видите не только спидометр тахометр но еще центральную часть ну о чем еще можно мечтать чего еще хочется более мягкую машину вот пожалуйста мягкая хотите немножечко по и сейчас вот эти взгляды людей пойдут в кризис когда ты едешь на автомобиле в регионе особенно в таком маленьком городе на автомобиле там за 5,5 миллионов на седане так вот что наворовал или что а даже я даже не знаю как они даже я даже не знаю как на это будут реагировать но понятно что смотрят и не с улыбкой смотрят да сядете вы в какой-нибудь как Volkswagen жут сядете в какой-нибудь Volkswagen жут желтый например да у вас будут улыбаться ой такая прикольненькая машина а когда смотрят на такую тачку я не знаю что думал человек какая классная тачка и явно что она не дешевая в салоне в пробках от нас удалена жизнь полностью мы не слышим ничего никого мы не чувствуем ни запахов ни звуков полная тишина то есть я вот специально не включаю музыку полная тишина в автомобиле мы даже мотора не слышим и вот не важно сколько у нас на данный момент здесь должно быть лошадей не важно 200-300 вот на этом автомобиле мне кажется нужно ездить спокойно пневмо проглатывать с такой колесной базой вот обратите внимание мы сейчас будем вот проезжать люк проглатывают любую дорожную неровность абсолютно любую лежачие полицейские специально еду вот по таким дорогам полная тишина вот микрофоны на трех камерах ни один звук ни сигналов автомобилей кстати это даже может опасно тебе тот сигнал это ты реально можешь этого не услышать нет ни сигналов ни ни каких-то даже музыка если в соседнем автомобиле играет это не будет слышно я кстати не раз отмечал что у ауди лучшая шумоизоляция и всей большой тройки ну вот посмотрите на взгляды людей которые ездят в автомобиле так смотрят вроде проявляет интерес но боятся показать что они смотрят и получается такой взгляд такой из подлоги как бы вот я смотрю но не показывает что смотрю даже как то страшно становится кажется что жизнь за бортом остановилась ни пение птиц ничего то есть полная тишина только вот еле слышно когда мы заезжаем на какой-то там гравий там или на асфальт такой неровный что шины там с чем-то соприкасается мы не плывем но вот едем по убитой дороге не говорят мы вообще должны не слышать тут подвеску о Нива Урбан проехала смотри Нива Урбан видел надо ТСРай снять или может обзор какой-нибудь кстати вот я еду на очень длинном большом автомобиле я не вообще не чувствую размеры проблем с габаритами я легко разворачиваюсь очень легкий руль вот прям вообще вот одним пальцем можно крутить слушайте ну так вообще не интересно здесь честно у тебя нет никаких проблем никто тебя не досаждает никто тебя не моргает там да ямы можно не объезжать ну конечно лучше объезжать но вообще их можно не объезжать как смотрят женщины на тебя когда ты за рулем этого автомобиля в их глазах я просто читаю фразу ну они примерно одинаковые примерно вот вот она любовь вот я ждала тебя всю жизнь вот всю жизнь смотря в твои глаза я понимаю что ты такой настоящий мужчина все таки одна любовь на всю жизнь дается чтобы понять что такое женское счастье и это все вот просто вот ты читаешь за три секунды в глазах женщины которые едят за рулем и смотрят на себя недавно на 12 ехал по городу таки взглядов не было это я могу точно сказать видимо сейчас так весна действует да нет ну что машина то не главное абсолютно нет 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 абсолютно итак продолжаем ехать даже сейчас девушка парня на Каене посмотрела я аж через очки увидел так взгляд но самая главная любовь самое главное самое главное просто наверное она увидела восьмая о восьмая рестайлинг о как круто да дальше едем значит продолжаем изучать поведение автомобиля работает старт-стоп я вот ее можно отключить с кнопки ну вот по крайней мере не знаю есть на таком автомобиле и беречь топливо мне кажется вот так лучше салон смотрится да тебе как кажется Александр ты кстати как босс сидишь на заднем сиденье а все думают можешь как он смотрится более по деловому как то да то есть как то по спорткаровски да то есть без всяких экранов все серьезно ну обычно в других автомобилях когда ты убираешь этот экран ты чувствуешь пустоту да а здесь вот он реально дизайнерски продуман даже передняя панель вид передней панели без вот этого экрана реально очень круто мне тут так больше нравится да ну кому как вот едем вот по одной из самых убитых дорог в городе самой убитой дороге хочу вам просто вот продемонстрируйте у меня у друга такая же А8 только по моему в первом рестайлинге я не помню точно год но у него конец 13-го года я как-то раз еду и заезжаю в поворот думаю что так машина кринется потом смотрю на спидомблер там было 180 машина реально вот в этом автомобиле уж точно не чувствуется скорость вот мы сейчас едем практически 100 км в час ну спидомблер этого не чувствуется а мы едем 100 по убитой дороге вот по убитой на некоторых автомобилях я тут подпрыгиваю так что просто вот кажется что вот я сейчас борюсь здесь спокойствие сейчас будет перепад резкий вот где-то здесь суть того что когда этот автомобиль едет да вот мы его проехали мало того что колесная база большая так еще колесо вот на многорычажке на пневме оно работает оно как бы запрыгивает в ямку внутрь а кузов с огромной колесной базой остается неподвижным и такое ощущение что в общем-то мы едем и как-то вот так чуть-чуть покачиваемся но передача неровности от дороги не соответствует тому что мы реально видим почему мы едем поэтому по плохим дорогам ну вот давайте просто ни один придурок так не сделать мы возьмем по ухабу на этой машине поедем поднимем машину то есть она у нас поднимается все-таки нам придется выдвинуть экран чтобы посмотреть на все карсистемы так мы сейчас зайдем в автомобиль и поднимем его вот то есть мы подняли и вот едем по убитой дороге и так в общем еду по плохой дороге обратите внимание на расположение кузова то есть подвеска делает всю работу кузов остался с минимальными амплитудными движениями это обратите внимание давайте наш автомобиль так скажем занижем ну в общем автомобиль даже на нем можно и по бездорожью ездить но опять же едем я не знаю какая нужна дорога чтобы мы не чувствовали например комфорт в этом автомобиле или еще где-то в любых условиях тишина хотя с другой стороны когда ты плачешь пять с половиной миллионов рублей за автомобиль а там еще и дороже комплектации здесь есть и автомобиль который стоит и под семь миллионов то естественно чего хочется хочется всего самого лучшего и чтобы дороги вообще не существовало просто вот она доставляла только удовольствие ну динамики хватает этому автомобилю чтобы ну чувствовать себя уверенно естественно пять с половиной секунд это хороший прогонатель но опять же вот если выпустить климат тишина ну вот говорить о том что ну вот мне немножечко даже понимаете не надо быть вообще каким-то профессионалом ценителем чтобы правильно водить это автомобиль тебе ничего не нужно делать вообще ничего повернул руль куда нужно причем это будет легко нетрудно машина не будет рыскать включил поворотник в другую сторону повернул ну вот все очень легко очень легко и как-то даже становится ну лично мне неинтересно ездить потому что ты проедешь любого ты круче всех выглядишь ты самый быстрый ты лучше всех тормозишь у тебя меньше всех кренов у тебя самая лучшая шумоизоляция к чему тогда стремиться? к чему? о чем мечтать? о каком еще автомобиле можно мечтать? я не знаю я не знаю вот на нем по трассе мне кажется хорошо ездить вот просто вот идеально надо вот ускориться хоп и все просто нажал на педаль у нас контроль мертвых зон то есть автомобиль если кто-то в ближайшей близости находится например в слепой зоне то мы это отлично видим ну опять же вот едем тишина тишина все это время звук идет с наружных микрофонов камеры и поэтому не через петличку тишина мы не чувствуем дороги мы не чувствуем покрытия даже мы не чувствуем мы реально чувствуем даже мы будем если ехать в дождь или в снег все равно то есть полный привод все будет компенсировать эти 5.5 она всегда будет показывать не знаю не знаю чего еще нужно о чем нужно мечтать может быть все таки такие автомобили покупают ну не к завершению конечно какой то там автомобильной карьеры но может быть вот так вот да действительно чтобы вот чтобы может быть просто у тебя были все машины а теперь я просто отдыхаю там на дороге например так что можно сказать про этот автомобиль эта машина спокойная серьезная и солидная я мне кажется я еще не заразил до этого автомобиля чтобы понять его настолько оценить настолько чтобы я уже захотел прям за него занести там вот эти вот сейчас он стоит там 5.5-6 потом может быть он стоит совершенно будет других денег но то что это такой островок комфорта и причем островок который не только он еще и снаружи хорошо отлично престижный который подчеркнет вашу вот эту вот престижность ваш штатус это безусловно да потому что он отгородит ваш от всех проблем на дороге кроме уазиков которые на вас скатываются он многим покажет на что вы способны чего добились и это на дороге будет видно поэтому все таки автомобиль идеален но пока я до него не дорос спасибо всем большое за внимание ставьте лайки и до встречи